Доброго времени, дорогие любители домашних экзотических растений! Наши гости – жительница нижнего яруса тропических лесов в Восточной Мексике, высокодекоративная и неприхотливая, карликовая, горная пальма, хамедорея, изящная. А причиной пересадки стал активный рост малышки, вследствие которого корневища приподняли растения над грунтом и, скорее всего, разрослись по голому керамзиту. Простой досыпкой грунта нам не обойтись. Конечно, готовые грунты, безусловно, хороши, но в основном рассчитаны на взрослые растения. В одном горшке у нас высажено 6 отдельных кустарниковых пальм. Им придется постоянно конкурировать за ограниченное количество питательных веществ в готовом субстрате. Салонная пальма, в моем случае, хорошо развивается и для сохранения здоровья растенец в массе им просто необходимо хорошее питание. Вот почему во время пересадки мы не только используем готовый грунт, но и богатим дополнительными питательными элементами субстрат. Поэтому к трем частям готового грунта для пальм, фикусов, юг и драцин, в состав которого уже вошли листовая и дерзная земля, мы добавили по одной лопатке, хорошо обработанному крупного речного песка, что сделает наш субстрат благоемким. Одну лопатку, богатую органоминеральными веществами сапропелля, лопатку свежего гулуса и для лучшего корня образования совсем немного циолита. Последний компонент – это древесный уголь. Субстрат получился питательным, благоемким, богатым макро-микроэлементами, с полезной микрофлорой и природными стимуляторами роста. Сапропелль – единственное почвообразующее удобрение, которое питает растения и восстанавливает плодородие почвы. Приступая к пересадке, обожмем транспортировочный пластиковый горшок. Легкий пластик позволит легко извлечь растения, не повредив корней и сохранив явленный ком, если в этом есть необходимость. К слову, стоит заметить, это уже вторая пересадка растения. Первая проводилась сразу после покупки прошлой зимой совсем крохотного растейницы в цели сохранения корневой системы. И вот они мы за год. Как мы сможем видеть, корневая проросла через слой керамзита и, достигнув дна горшка, стала упираться в него, поднимая растение над грунтом. Такое растение нуждается в пересадке. Корневая полностью лишилась питания и в зимнее время года может утратить иммунитет к патогенным формам, а также станет легкой добычей гнилостных повреждений. Мы уберем остатки дренажного керамзита от корневища и лишь немного подснимем верхний слой старого грунта. Древесные корневища в отличном состоянии. Однородное, упругое, чистое и здоровое. Мы ненадолго оставим его для просушки на открытом воздухе, используя ультрафиолетовую лампу для обеззараживания и дезинфекции растения. В процессе удалим пару нижних сухих листочков, чтобы поддержать высокодекоративный внешний вид. Для постоянного места проживания нашей красавицы я выбрала итальянский горшок плотного дышащего пластика и традиционно проделала боковые отверстия для дополнительной аэрации. На дно вложили слой предварительно обработанного раствором органцовки дренажного керамзита слоем в 3 см. И засыпем грунт, образуя по центру горку. Корневищу нашей горы, Пальма, будет где разместиться. В процессе пересадки остался привычный для молоденькой хемидореи земляной комп, что упростит ей задачи по освоению свежего субстрата. Аккуратно подсыпаем грунт под основание древесного корневища. В процессе мы распределим молоденькие пальмочки по периметру горшка. В группе они смотрятся роскошно, но не будут мешать развитию друг друга. Карликовая пальма популярна в комнатном цветоводстве с викторианских времен и сохраняет свой престиж благодаря легкой адаптации к низкому уровню освещенности и влажности воздуха. И при этом эффективно очищает последний. И, конечно, я смогу рекомендовать хемидореи за респектабельный внешний вид и начинающим, и опытным дизайнерам интерьеров. В наши дома хемидорея элеганс попадает из Голландии и обычно продается как кластер из более мелких растений, тем самым изначально создавая компактный и густой внешний вид благодаря нескольким степям в горшке. Огромным преимуществом горной пальмы стала ее естественная среда обитания. Жительница нижнего яруса влажного тропического леса надежно спрятана под густой кроной и не исполована солнечным светом, что делает ее природную красоту, доступной для квартир крупных городов, с ее вечно рассеянным светом. Расположить хемидорею можно в любой части дома. В южной части пальма будет чувствовать себя увереннее, если разместить ее в глубине комнаты, избегая прямого попадания солнечного света, особенно в дневные часы. Северное окно придется по душе нашей красавицы, но в этом случае стоит ограничить количество воды при низком уровне освещенности или температуры. Для хорошего роста хемидореи подойдут среднесуточные температуры в пределах 20-25 градусов с незначительным снижением ночные часы. Следует помнить, снижение температуры значительно замедляет ее рост. Карликовая пальма предпочитает влажную почву без длительной просыпки. При обильном поливе дайте избыточной влаге стечь в поддон и удалите влагу. В стоячей поддонах вода вызовет корневой гниль, что негативно повлияет на внешний вид растения. Не позволяйте пальме сидеть в воде. В зимние месяцы полива осуществляйте чуть теплой водой обратного осмоса или хорошо отстойной водой комнатной температуры по мере просыхания верхнего слоя грунта на 1,5-2 см в глубину. Моей хемидореи пришелся по душе органический коктейль для пальмы фикусов. Два раза в месяц. Но после пересадки в такой питательный субстрат подколка понадобится не раньше наступления весны, в период вегетации и активного роста. И то один раз в месяц. Применяя сапропель, мы как минимум на 3 года получили здоровую плодородную почву и растения с усиленным иммунитетом. Здоровые растения с пышной кроной – настоящее эстетическое удовольствие для любого цвета вода. Если растение расположилось вблизи отопительных приборов, при излишней сухости воздуха будьте бдительны. Сухой воздух – излюбленное место паутиного клеща. Вот так за вечерним разговором мы и пересадили нашу мексиканскую красавицу. Посмотрите, как хемидорея откликнулась на пересадку города, расправив молодую зеленую крону перестых листьев. Просто загляденье! А нам осталось спалить горную пальму и призвать к украшению северного окра. Мы желаем здоровья вам и вашим домашним любимцам. Подписывайтесь на канал Тараха Элинка и ставьте лайки!